Доброе утро, хорошей недели. Продолжаем с вами цикл занятий по беседам Рэбэ, Ликутэй Сихот, беседа по нашей главе, по главе ВЕЦ. Начинается глава со слов «И вышел Яков из Бер-Шева». Бер-Шева – один из переводов этого названия, колодец клятвы. Медраж поясняет. «И вышел Яков из Бер-Шева, из колодца клятвы». То есть Яков вышел из колодца клятвы. Сказал себе Яков, чтобы не стоял надо мной в имелах и не требовал поклянись мне, как поклялся твой дед, чтобы я не отложил радость моих сыновей на семь поколений. Как мы помним, Авимедов пришел к Аврааму и попросил поклясться заключения союза. Потом в прошлом году мы читаем, как он такой же союз заключился с Хаком. И Медраж говорит, объясняет нам, что Яков вышел из этой клятвы. Почему? Чтобы не задержать радость моих сыновей на семь поколений. Что за радость моих сыновей? Радость о входе в землю. Из заклятого Авраама вход сынов Израиля в землю Израиля был задержан на семь поколений. Так разъясняет Медраж. От Авраама до захвата земли Тихона и Ога прошло семь поколений. И Цхак также дал клятву Мелыху. Из этого захват земли задержался еще на одно поколение. То есть от Авраама до захвата земли Израиля прошли также семь поколений. Поэтому Яков опасался, что и ему придется тоже дать клятву. И из этого будет еще отложен под землю Израиля. В связи с этим объяснением у нас возникают вопросы. И Авраам и Цхак эту клятву давали без опасения. Не опасались, что эта клятва задерживает вход в землю Израиля. И они не уходили, чтобы избежать клятву. Почему именно Яков опасался клятвы и не хотелось им заключать союз? До такой степени, что он для этого вышел из Бершева, из колодца клятвы. Конечно, мы знаем, что Яков вышел и по другим причинам. То есть на поверхности была причина, что его отправили отец с матерью для поисков жены. За этим стоял еще мотив матери, чтобы он разлучить их с Исалом, который замыслил против него его убить из-за благословения. Но каждой из этих причин было бы достаточно, чтобы уйти. То есть одной из причин была и такая. Уйти от этой клятвы. Клятва Емелаху. Выйти из колодца клятвы, из Бершевы. Это с одной стороны. С другой стороны, как Авраама и Ицхак такую клятву давали, не опасаясь задержки входа в землю Израиля. Да, объяснение Рэба дает на основании путей служения Авраама и Ицхака и Якова. Когда мы поймем разницу в их служении, то мы поймем и ответы на эти вопросы. Про Авраама сказано, Авраам вышел из него Ишмаэль. Ицхак вышел из него Исав. То есть Ишмаэль и Ицхак, несмотря на то, что они были сыновьями Авраама и Ицхака, но они отошли от своих отцов. Они отделились от них. То есть святость Авраама и Ицхака, они как бы не достигали их, не достигали сыновей этих и на них не повлияли. То есть не обратили их на группу. Что касается Якова, то читаем про него, что ложе его было совершенным. Служение Якова оказало влияние на всех его потомков, на всех его двенадцать сыновей. И все его сыновья были праведниками, были совершенными. То есть они все принадлежали Якову. Они не вышли. Никто из них не вышел. Знаем, что с точки зрения глубинных смыслов, наши праотцы, каждый из них является колесницей Всевышнего. То есть они полностью аннулированы, полностью отданы Всевышнему, и каждый из них является выражением определенного качества. И душа каждого из праотцов из самого высшего из духовных миров, из мира Ацелут. Но все-таки в их служении есть разница. В частности, эта разница касается служения по отношению к стороне противоположной святости, к стороне противоположной добру. Яков занимался очищением зла, обращением его в добро. Причем таким обращением постоянно. В отличие от Авраама и Ицхака, поэтому сыновья другие Авраама и Ицхака, то есть Ишмаэль. Мы читаем, что в конце концов он совершил раскаяние, когда мы читаем, похоронили Авраама, его сыновья Ицхак и Ишмаэль. То есть мы читаем, что Ишмаэль согласился с первенством Ицхака. Сюда учат, что он совершил шу, совершил раскаяние. Когда мы читаем о встрече Якова и Эсава, когда Эсав побежал навстречу Якову, конечно, после серьезной подготовки, которую Яков провел. Но читаем, что в конце концов Исав бежит навстречу Якову, бросается ему на шею, целует его. Есть разное мнение по этому вопросу, насколько он был искренним. Но есть мнение, что он совершенно искренним был. Это было искреннее объятие, искреннее поцелуй. Поэтому получается, что он тоже встал на путь добра. Но ни раскаяние Ишмаэля, ни этот всплеск Эсава, они не закрепились. Потомки Ишмаэля, потомки Эсава не остались на прямом пути. Несмотря на то, что Авраам и Ицхак очищали мир, выбирали его святость, как сказано об Аврааме, «воззвал там к имени Господа Бога мира». Мудрецы говорят, не читай, не «воззвал», а «сделал так, чтобы взывали». То есть это учит, что Авраам сделал так, чтобы взывали к имени Всевышнего все проходящие. И точно так же сказано о колодцах, которые копал Ицхак. Но все-таки по отношению к злу и к клепот, к оболочкам, скрывающим святость, это была работа по отвержению, по отрицанию клепот, по отрицанию этих оболочек, чтобы они не препятствовали святости. Но само служение не обращало, сами эти оболочки не обращало их к добру и святости. То есть не возвращали, не возвращала эта работа Авраама и Ицхака, не возвращали к клепотке в первоначальному состоянию. К тому состоянию, как это было еще перед грехом древопознания. То есть роль этих клепот, этих оболочек была тогда как роль оболочек плода. Просто защищать плод. Потом с грехом познания они упали как бы в скверну, в духовную скверну. И работа Авраама и Ицхака была как бы отрицательной. То есть аннулировать их противостояние, чтобы эти клепот, чтобы они не противостояли святости, не мешали их работе. То есть Авраам и Ицхак свои служения их не очищали. Что касается Якова, куда он пошел из Бершевы, в Харан. Само это название Харан связано с таким выражением устойчивым Харон-Ав, возгорание гнева. То есть это место Харан, поведение его жителей, оно вызывало гнев у вездесущего. И Яков отправляется в такое место, живет там 21 год. И там его служение носит характер положительный. То есть не отрицание этих клепот, а очищение их, обращение их к святости. Значит, два пути служения по отношению к злу, отрицание его возможного, чтобы оно не препятствовало добру. Или обращение самого зла к святости. Это два пути служения глобально. То есть это путь праведников и путь совершающих раскаяния, балийтшува. У праведника нет никакой связи со злом. То есть праведнику даже чуждые мысли, которые не связаны со служением Всевышнему, не приходят в голову. И всякие мысли, которые не связаны со служением Всевышнему, это чуждые мысли для праведника. В книге Таня мы в этом читаем. В отличие от праведника Бальшува, даже зло обращает в святость до такой степени, что злономеренные грехи становятся для него как заслуги. Получается, что человек, который совершает раскаяние, что его подтолкнуло на это раскаяние? Те грехи, которые он делал, когда он пришел к сознанию, насколько он далек от Всевышнего, это его толкает на мысль о раскаянии. Получается, что эти грехи в конце концов обращаются к заслуге, потому что именно они подтолкнули его на раскаяние. Это не значит, конечно, что он совершает грехи. Получается, что эти грехи становятся заслугами, если человек совершает совершенно полное раскаяние. Значит, праведник, получается, не имеет никакого отношения к злу. А Бальшува, человек, который совершает раскаяние, он обращает это зло во влагу, в добро, в заслуги. Поскольку служение Авраама и Исхака не очищали саму реальность существования зла, в частности, у Плештим, царем которых являлся Авемеллах. То есть они заключили эту клятву, чтобы устранить противостояние Авемеллах и противостояние Плештим. Но сама возможность существования зла, она оставалась. И оставалась даже у их сыновей, Ишмаэль и Исаф. То есть у них это зло оставалось в полной силе. Работа отцов, она не очистила это зло. Более того, Ишмаэль и Исаф, сказано, вышли из них. То есть вышли из всякой принадлежности к этому святому служению отцов. Они просто не противостояли им, не мешали их служению. Но самой сущности клепы служение Аврама и Исхака не касалось. Самой сущности зла. Поэтому самореальность существования этого зла, она не аннулировалась. То есть мы находим это в случае с Аврамом и хеттами. То есть Аврам поселился среди хеттов. И они даже признавали в нем князя Божьего, поселился среди нас. Но все-таки никакого изменения на них это не произвело. Никак это не улучшило их самих. То есть они таки остались такими же, даже после того, как евреи среди них поселились. И даже когда они отвечают на просьбу Аврама дать ему пещеру Махпела, там целая история, конечно, с этим, как они ему красиво отказывают. Он просит участок для захоронения. Они ему говорят могилу, пожалуйста, бери любую. Ты великий человек, бери любую могилу, никто тебе не откажет в своей могиле. То есть они таким образом отказывают им в самой просьбе. Он просит участок для захоронения. Но даже когда он там покупает за бешеные деньги этот участок у Эфрона, они, получается, просто не мешают ему, не мешают Авраму в его миссии. Но их сущность к святости не обращается. Что касается служения Якова, то есть цель этого служения, именно очищение самих этих клепот, облочек скрывающих святость из стороны противоположной святости. Очищение и обращение их самих к добру. То есть через служение Якова получается, что сама реальность существования зла исчезает. Поэтому сказано, и ложа его была совершенна. Значит, мы видим различие в работе, в служении Аврама Ицхака, с одной стороны, служение, которое было просто не давать этому злу мешать, и служение Якова, который обращает зло в добро. Таким образом исчезает реальность самого зла. И на основании этого теперь будет понятно, почему Аврам и Ицхак заключили мир с Элимеллахом. Клятва заключения союза наибольшим образом влияет на каждую из сторон, чтобы они не вступали в противостояние, начинали ссориться, воевать. И мы видим это действительно в союзах Аврама Ицхака с Элимеллахом, чтобы Элимеллах им не мешал, не противостоял им служению. Но при этом эта клятва, этот союз, они не были призваны изменить сущность Элимеллаха, не были призваны обратить его к святости. Что касается Якова, путь служения Якова, устранение самой реальности клепот тем, что через подавление их, через обращение их к святости, то в той же самой форме, как Аврам и Ицхак, он не мог просто заключить такого союза с Элимеллахом. И отсюда становится понятным продолжение стиха. Вышел Яков из Бершевы и пошел в Харан, как говорит Медраш об этом, из Бершевы, из колодца клятвы. То есть по самому характеру служения своего он не мог примириться с существованием зла в мире. Сказано, поэтому он не мог оставаться в своем месте, в земле, на которую взор Всевышнего направлен. В земле Израиля сказано, что земля, на которую взор Всевышнего направлен от начала года до конца года. Поэтому не мог там оставаться Яков, а отправился в Харан, в место, вызывающее гнев Всевышнего, в мир. Отправился как бы в мир, чтобы очищать его и обращать его к святости. И становится понятным тогда, почему Аврам и Ицхак не опасались этой клятвы. Несмотря на то, что они тем самым задерживали радость сыновей, задерживали вход их в землю Израиля. То есть не сама клятва это была причиной задержки. Сама клятва соответствовала уровню их служения, то есть отделить это противостояние. Само такое служение, путем клятвы и заключения союза с Авимеллахом, реальность существования клепот оставляет в силе. То есть ощущение этих клепот самих, собственно, важности. А все время, пока зло в мире держит позиции, вход евреев в землю задерживается. Но именно после изгнания Якова в это место, вызывающее гнев вездесущего, то есть после работы Якова по ощущению клепот, по обращению их к святости, именно после этого становится возможным радость сыновей при входе в землю Израиля. Так же обстоит дело и с грядущим избавлением. То есть придется грядущее избавление именно посредством служения, такого разрушения, как служение Якова. То есть благодаря нашей работе во времена и знания по очищению этого места, вызывающего гнев вездесущего в мире, то есть по очищению этого мира, через... подавляем это зло в себе, через то, что мы влияем на окружение, обращая его к добру. И это зло в себе тоже обращаем к добру. Через это происходит очищение этого мира, это работа Якова. И таким образом мы удостоимся строения третьего храма. Не как у Авраама, в связи с которым сказано гора, гора моря, не как у Ицхака, в связи с которым сказано поле, вышел помолиться в поле, а как у Якова, который называл его домом. Храма называют домом именно Яков. С приходом нашего праведного Машеоха, чтобы это произошло уже как можно скорее в наши дни. Всем спасибо за внимание. Хорошей недели. Хорошей недели. Продолжение следует...